Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Возможно, пожалуйста, есть возможность помочь каналу, там есть две кнопочки, суперспасибо и стать спонсором. Мы благодарны за любую помощь. Ну, а сейчас мы поговорим о нашей войне, войне в Израиле и, если останется время, о войне в Украине. С нами в этой программе, как всегда, ЦВИМ-агент, политолог, израильский дипломат Экспасов Израиля в России и Украине. ЦВИС, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Ну, начнем мы все-таки с наших событий. Продолжаются боевые действия в ГАЗе. Боевые действия серьезные, идут потери. И в это же время идут всевозможные разговоры о переговорах, которые ведутся для подготовки сделки по обмену заложников. Причем, судя по всему, вот по тем крохам, которые просачиваются в средства массовой информации, речь будет идти о долгосрочной, ну, это не перемирие, а прекращение огня, в течение которого будут выдаваться партиями заложники. Мой вопрос следующий. Хамас после первой сделки по обмену заложников, как бы сделал домашние задания, выучил уроки, да, что такая сделка им невыгодна. Каковы шансы, что вообще эта сделка состоится и что Хамас будет действительно выпускать заложников? Ведь это их, собственно, золотой запас. Это их гарантия их жизни, живой щит. Вы правильно заметили, что действительно их основная гарантия. Ничего другого у них уже не осталось. Идет продолжение, скажем, наступления израильской армии, которая рано или позже, но так или иначе, от Хамаса, в конце концов, ничего не оставит. Поэтому Хамасу нужно, с одной стороны, согласиться или поспешить на какое-то там договорное решение, но, с другой стороны, он не хочет так быстро сдавать именно этот основной запас, который у него имеется. Он готов за него требовать сразу все. И это та основная проблема. Он говорит сразу, завод за этих заложников, прекращайте войну, уходите из региона, из газа и гарантируйте нам будущую неприкосновенность, короче, сдавайтесь. И, конечно, это звучит достаточно, ну, достаточно преувеличенно, и никто на это не согласится. И идет спор или торг. С другой стороны, так или иначе, другие участники всего этого процесса, переговорного процесса, или местные, значит, региональные, или Соединенные Штаты с коллегами, пытаются все же как-то сдвинуть и продвинуть этот процесс, и поэтому идет серьезное давление на обе стороны. На Израиль, да, требуя от него так иначе, нам не что согласиться, даже за высокую цену, а от Хамаса требует так или иначе пойти на, скажем, нормальные условия, требованиями условия, и в этом отношении, ну, недалеки от сделки, но это еще не значит, что она будет реализована, во всяком случае, на сей раз, потому что не получится сегодня попробовать через 2-3 дня еще раз и так далее. Поэтому это процесс, договорной процесс, который продвигается с трудом. В таком случае, основной вопрос здесь, конечно, даже не сама сделка, а в смысле, что за нее Израилю требуется отдать, а основной вопрос, вероятнее всего, будущее самого Хамаса, в смысле, на что Израиль готов согласиться. Потому что требования Хамаса в той или иной мере остаться в живых, чего Израиль пытается не допустить. И тут вопрос, что ему там оставят, как ему там предоставят возможность уйти из, руководство уйти из газа и на этом конец, или оставят их, скажем, присутствовать в тех или иных процессах создания новых реалий в газе. На этот вопрос пока нет ответа, но этот вопрос, вероятнее всего, является основным. А заложники, это вопрос торговли. И его используют до конца, и Израиль тоже вынужден так или иначе торговаться за них, потому что идет очень серьезный нажим в самом Израиле тех или иных, скажем, лиц или групп, которые требуют освободить заложников не любой ценой, скажем так. Ну вот, примерно все на столетие, несколько часов мы узнаем, получилась ли сегодня очередная сделка, в смысле очередной вариант этой сделки, или продолжаем этот торг на следующие будущие дни. Параллельно идет наступление в газе у Хамаса. А это не противоречащие друг друга вообще? Вот цели, которые поставлены, то есть у нас поставлена цель уничтожения Хамаса и спасения заложников. Некоторые считают, что это две параллельные, как бы прямые, и они между собой никак не пересекаются. Ну, так оно и есть. Они не могут пересечься, ну, где-то там в удаленном будущем. В конце концов, Израиль не готов за заложников восстановить войну. Он требует окончательного какого-то там решения вопроса о будущем газа. А есть, которые считают, что так или иначе это невозможно, потому что, в конце концов, требуя освободить заложника, Израиль взлет позитив, давление на руководство Хамаса. Ну, это вопрос, на который вам пока ответа нет. Найдут какой-то общий знаменатель и договорятся. Очень вероятнее всего, что Хамас уже отказался от этой идеи, требовать сразу сдачи, скажем, всех израильских позитий. И он готов на длительное перемирие. И взамен требует тех или иных, скажем, своих не заложников, а пленных, арестованных и так далее, боевиков, которые в израильских тюрьмах уже. И это тоже цена немалозначима, потому что он требует тысячи людей за этих местных заложников. И тоже непростой вопрос для политического руководства в Израиле, которое должно сдавать и вот этих боевиков арестованных, и бог знает чего еще. Ну, так оно и есть. Дело же не только и не столько в количестве выпускаемых заключенных. В принципе, как бы там сотни больше, сотни меньше не в этом дело. Дело в том, мне кажется, и многие об этом говорят, что вот это вот прекращение огня на два, на три месяца, это равносильно капитуляции, потому что через три месяца мы уже не сможем возобновить боевые действия, никто нам не даст. За это время все привыкнут, там понаедут туда международные организации, начнут снимать фильмы об ужасах палестинской, как страдает палестинский народ, и все это будет раскручиваться, раскручиваться, и начать уже снова не получится. Ну, это большой вопросительный знак. Действительно, сам Хамас и Ижи с ним на это рассчитывают, что достаточно длинное или длительное, скажем, перемирие даст возможность продолжить его до... И они будут в час по чайной ложке выдавать этих заложников, потом будут морочить голову? Израиль пытается создать такие условия, что, в конце концов, время не изменит реалии или обстоятельства на земле, что называется. Значит, оставит там свои войска, никуда не уйдет, и продолжит натиск до определенного там решения этого вопроса. Ну, вопрос, это и есть дилемма, это сделки. На каких условиях, что и как. И каждый месяц рассматривает свои расчеты о будущем этого процесса. Интересный вопрос, да. Вы вскользь упомянули про послевоенное устройство ГАЗа. Сейчас происходит интересное явление. В тех районах, даже вот северная часть сектора ГАЗа, в котором, как бы, из которого выбили боевиков, в котором нету Хамаса, это, по крайней мере, нам так объяснила армия, значит, там полностью, значит, израильская армия, так сказать, все это дело контролирует, а потихонечку возвращается на свои места администрация. Гражданская администрация, которая, в принципе, является гражданской администрацией Хамаса. И все распределение гуманитарной помощи, все вопросы быта и устройства граждан, они решаются вот этой вот администрацией, администрацией Хамаса. И получается, что хамасовская власть постепенно возвращается в сектор ГАЗа обратно, после того, как их оттуда выкинули. При этом Израиль всячески отгораживает себя и говорит, что нет, мы вот этим заниматься не будем, пускай разворовывают эту гуманитарную помощь, пускай она продается на рынке и так далее. При этом у Израиля есть, в общем-то, готовая структура, которая называется гражданская администрация Иудеи и Самарии, которая теоретически может, так сказать, взять на себя обязанности по обустройству жизни, хотя бы временно обустройству жизни в анклаве. То есть есть готовая структура. Почему Израиль не хочет применить ее? И взять на себя вот эти вещи, как бы отстранить Хамас и как бы дать понять населению, что власть Хамаса закончилась, пришла новая власть? Основное, чего хочет Израиль, это отстранение Хамаса от власти. Даже если он сейчас предоставляет им, скажем, не мешает им заниматься вот этим вопросом гражданского толка, но на самом деле он не имеет это в виду. И у него проблема, тут дилемма на повестке дня, потому что сама палестинская администрация, она не доказала свою эффективность, она к тому же сама по себе еще тоже не готова брать на себя эту роль. И вопрос, кто ее может заменить, и тут на повестке дня есть предложение, которое рассматривается. Имеется в виду совместная какая-то иностранная группа, которая будет представлять те или иные государства в регионе, и международные там те или иные институции, которые смогут взять на себя это гражданское управление с участием или без участия палестинской автономии. В любом случае Хамасу нет намерения предоставить роль или место в этой группе гражданского руководства. Но все может измениться, поэтому тут дилемма. Я прошу прощения, я имею в виду еще следующую вещь. Ведь сейчас после публикации материалов об участии сотрудников ООН, сотрудников так называемой УНРА, организации по помощи палестинским беженцам, то есть пошла цепочка отказа приостановления финансирования этой организации со стороны ведущих стран. Это Великобритания, Франция, по-моему, даже Испания, Швеция сейчас сообщила, уж от кого не ожидали. То есть эта организация сейчас как бы либо тихо умрет, либо вместо нее нужно создать что-то другое. Я имел в виду, что вот пока не создано что-то другое, чтобы Израиль взял на себя эту функцию, потому что иначе произойдет следующее. Сейчас прекратили финансирование, через неделю там начнется голод, уже сейчас пишут о том, что все там начинается голод в Газии, и в результате все вернется, и опять вот эта УНРА будет этим заниматься. Если Израиль берет на себя эту функцию, то это называется военная администрация. Это не гражданская администрация. Там присутствует... Временно до создания новой организации ООН, которой мы это передадим? В любом случае Израилю это не нравится, это РОН, военной администрации, и никому она тоже не понравится, потому что это и есть именно захват территории, и все, что с этим связывается. Израиль предпочел бы оставить там действительно свой военный контроль и предоставить гражданское управление кому-то другому или международной группе с участием или без участия палестинской экономики. Это основной вопрос. УНРА в той или иной мере в этом процессе, вероятно, или не будет вообще участвовать, или будет на минимальном уровне, потому что те финансы, которые она получает, можно будет передать вот этой международной группе или будущей администрации, которая сможет распоряжаться этими финансами. Так что этот вопрос тоже со всех сторон открыт, но именно это на повестке дня, как оформить эту будущую, скажем, администрацию, ее финансирование, кто в ней будет участвовать и что делать с Хамасом после его поражения. А Хамас наставит на том, что он хочет взять на себя ту роль, пытается остаться на, скажем, на предыдущем месте. Между прочим, хочу напомнить, что в самой Газе идут какие-то там движения народные, которые требуют от Хамаса, в конце концов, прекратить военный конфликт. И это достаточно новое развитие событий, потому что в прошлом такого никогда не было там. Ну и, значит, народу тоже надоел Хамас, и не исключено, что на базе граждан этой Газы можно будет тоже создать некое какое-то там звено в этом гражданском управлении. Но это все пока еще рано судить. Через неделю, наверное, мы уже будем знать более детально. Ну, все понятно, что все вот эти процессы, что касается Хамаса, что касается Хизбаллы на севере, что касается Хуситов. Дирижер у них у всех один – это Иран. Об этом знают все, об этом говорят американцы. И вот последние события, когда проиранские милиции обстреляли военную базу Соединенных Штатов в Иордании, в результате которых погибло трое военнослужащих, и там больше 25, по-моему, раненых. То есть к этому все шло. То есть обстрелы продолжались. Обстрелы были в Ираке, обстрелы были в Сирии. Но вот пока что не было погибших американских солдат. И вот первая ласточка. В принципе, это было ожидаемо. Погибли. Значит, Байден заявил вчера о том, что он принял решение о том, что он примет решение, и о том, что он нанесет какой-то ответ. А при этом иранские ополченцы находятся в боевой готовности, потому что они все знают, что сейчас что-то будет. При этом вот интересная вещь. Батальоны Хатаиб Хизбалла, которые в Ираке действуют, объявили о приостановке боевых действий против американских военнослужащих, дисласизмных в регионе. То есть они стараются как бы вывести себя из-под удара. И вообще, будет серьезный ответ, на ваш взгляд, или будет стрельба по сараем обычная? Два процесса. Один это Иран, который практически стоит за всей этой кампанией регионального толка. Так или иначе, пытается задействовать со стороны, конечно, при помощи своих прокси-щупальцев в разных регионах, а их там немало, продолжить этот конфликт и задействовать в той или иной мере конфликт с другими участниками или с другими игроками в этом регионе. Основная цель это, это не Израиль, основная цель это Соединенные Штаты. Иран совместно со своим партнерами, в частности с Россией же, пытаются выдавить отсюда Соединенные Штаты. Поэтому удары по американским тем или иным объектам или оказывание давления и на американцев тоже в Красном море, и на других, которые с ними, в той или иной мере, да, задействует Иран, и он, да, имеет в виду именно создать условия, при которых американцы не захотят здесь остаться и распускают мнение, слух, если хотите, что вот американцы готовились уходить и теперь тоже рассматривают возможность уйти из Ирака, уйти из Сирии и так далее. Это тот же процесс. В этом отношении, тот удар, который был нанесен, и эти жертвы, это без жертвы в этой войне не обойтись. Все время стреляют друг по другу, так что это не исключение. Сам факт того, что открывают огонь или по сарам, или по живым людям, это не имеет значения. Сам факт огня имеет значения. В этом отношении американцы достаточно однозначно заявили о своем намерении, во-первых, не уходить, во-вторых, остановить вот эти, скажем, иранские вот ходы, удары и так далее. И с первого дня войны Соединенные Штаты здесь присутствуют в военном отношении тоже. И угрожают, сдерживают Иран и сдерживают других игроков также. И поэтому до данного момента у Ирана не получилось развязать региональный конфликт. И Соединенные Штаты там находятся. Ну и отделываются теми или иными, скажем, второстепенными ударами, ударами второстепенного значения, как по Красному морю, вот по этой базе американской на границе Сирии и Иордании и так далее. И тогда будут еще. Американцы пытаются их сдержать, угрожая сейчас, что они нанесут ответный удар и так далее. Это и есть, что называется, сдерживание. Это не конец, в конце концов, ни конфликта, и ни создания окончательных реалий. Нанесут удар, так у Ирана еще есть достаточно много своих возможностей. Да, но прежде чем нанести этот удар, прежде чем вообще принять решение, Байден 10 раз повторил о том, что мы не хотим большой войны, мы не хотим втягивания. То есть он как бы заранее просит прощения. Но это же Восток. На Востоке так не работает. Это не прощение. Все на Востоке научились читать по-американски тоже. Он не просит ничего, он угрожает. Тот разговор, который он ведет, это и есть сдерживание. Он говорит, вот я теперь сомневаюсь, но может быть я вам верну все это. И он имеет это в виду. Он послал сюда вооруженные силы, и они здесь находятся, между прочим, в регионе. Он непосредственно угрожает Ирану уже. И смотрите, в Ливане Иран угрожает своих избалой. Начать наступление этого не делает. И сам не втягивается в этот конфликт. И он понимает, что такое сдерживающие, скажем, ходы Соединенных Штатов. И на данном этапе тоже американцы грозят, что они так или иначе поведут себя. Это означает, что они угрожают. Неспроста не означает, что это есть для того, чтобы не допустить продолжение вот этого процесса. И чтобы Иран не мешал, скажем, найти выход из конфликта в Газии, потому что именно это Иран и делает. И не пускает Хамас так или иначе договориться. И я смею подозревать, что за этим не только Иран, у которых намерение, скажем, сдавать позиции в Газии не на повестке дня. Они должны так или иначе отыграться. Не так, чтобы Хамас полностью был выведен из игры. Но вот это оно и есть. Каждая из сторон пытается нечто разработать. Американцы хотят задействовать мирный процесс и договориться. Группа, в которой находится Иран, тоже пытается продолжить конфликт. И как минимум заработать здесь очки и показать, кто, значит, в регионе хозяин и выдавить отсюда непрошенных гостей из других регионов мира. Вот примерно всякая ситуация. А кого вы имеете в виду под этой группой? То есть, ну, стратегические партнеры Ирана теперь Россия. Значит, у них такая сладкая парочка. Но тут и Китай играет серьезную роль. Китай тоже. Он в этой группе. Он в этой группе. То есть это такая троица? Да, они пытаются создать новый мировой порядок. Хотя между собой они тоже не всегда уживаются. И у России с Китаем тоже есть разборки. И Китай с Соединенными Штатами тоже ведет какие-то там переговоры. Но, в принципе, эта группа так или иначе пытается задействовать новый мировой, что называется, порядок и разобраться с Соединенными Штатами и так далее. Не обязательно должно у них получиться. Но факт остается. Поэтому американцы действуют очень решительно. И ведут те или иные, скажем, процессы сдерживания, потому что они понимают, о чем речь. Это не только разборки между Израилем и, скажем, Хамасом. То есть вы считаете, что американцы ведут себя решительно? Я считаю, что да. И решительно не обязательно означает скандальные меры действий. Не обязательно означает открытие огня. Не обязательно означает ввод в ввод, значит, вести боевые действия. Решительно означает, что это сдерживание, это угрозы, это присутствие вооруженных сил и так далее, и так далее. И готовность расширить это давление по мере надобности. Вот такое. Это решительно. Не решительно, значит, ничего не делать. Или предлагать только мирные процессы. Они и то, и другое, и третье делают. Сам мирный процесс, если получится ликвидировать или отодвинуть, скажем, Хамас от процесса принятия решений, это, да, это интересы американцев не в меньшей мере. Это удар по Ирану также. В свете сказанного вами, как вы считаете, на севере, у нас каждую минуту сообщают, что обстановка все более и более накаляется, обмен ударами с Хизбаллой, причем наши сейчас залетают все глубже и глубже на территорию Ливана. Был опять обстрел из Сирии по голландским высотам вот в эту ночь, так сказать. То есть, на ваш взгляд, это все равно еще игра, то есть, до серьезного дела не нашла? В конце концов, если одна из сторон решит действовать, скажем, по полной мере или полной силы, это не так будет выглядеть. Если, например, допустим, израиль наносит, скажем, начинает свое наступление, то это не будет перестрелка на границе. У него есть достаточно возможностей практически тут уже 200 от Ливана и так далее. И параллельно у того же, у той же Хизбаллы есть достаточно много возможностей для того, чтобы нанести удары в тысячи ракет в день по Израилю. Это другой уровень. И обе стороны об этом знают и сдерживают друг друга. Израиль сдерживает, чтобы этого не произошло. Хотя из Израиля мнение, что это лучше было бы начать и кончить и разобраться с этим, чем быстрее, тем лучше. А у Хизбаллы у него нет своего мнения. Это мнение Ирана и мнение, скажем, тех обстоятельств, которые мы уже обсуждали, что да или нет выходить на региональный конфликт. Если Хизбалла начнет, значит, если Иран даст ей добро, это означает региональный конфликт в полном объеме и непонятно еще, как он кончится, потому что это не ограничивает и ни реакции Израиля, и ни вступление или не вступление Соединенных Штатов и других игроков. Это серьезная игра. А вы считаете, Израиль готовится сейчас вот к этой северной? Мы слышим о закупках, просто беспрецедентных закупках оружия. То есть сейчас будут прямо с конвейера закупать вертолеты Апачи, то есть уже сделка подписана, то есть они будут прямо с конвейера идти в полуразобранном виде в самолеты и поставляться сюда и прочее, прочее. То есть этот просто оттягивается этот момент для того, чтобы полностью подготовиться и потом все-таки решить эту проблему? Израиль всегда готов к решению этих проблем. Но мы 7 октября видели, как он готов оказался. Это другой вопрос. Это не вопрос, чего у него не было достаточно. У него не было информации и подготовки. В данном случае, если речь идет о тех или иных закупках или получении тех или иных видов перепасов или вооружений, это не означает, что он этим самым оттягивает. То он готовится в любое время начать конфликт, у него есть, чем его начинать и чем кончить. Конечно, никогда не мешает расширить возможности получить или доступ к тем или иным новым, скажем, видам вооружения. Но это не основная причина задержки или принятия решений в любом направлении. Так что, та же Хизбалла уже много лет готова к тому виду, скажем, конфликтов, о котором идет речь. И тут вопрос только о принятии решений. Израиль, сколько дивизий он держит сейчас на границах и я уже не говорю о других видах вооруженных сил. Цви, я вас всегда представляю как экс-посол Израиля в России и Украине. То есть, вы были первым послом Израиля в Украине, вы, собственно, первым открывали это посольство, перерезали ленточку. Поэтому я не могу не задать вам вопрос о том, что там сейчас происходит. Вот этот вот скандал с бросом о том, что Зеленский намерен уволить Залужного, главкома Залужного, в общем-то, в определенной степени легендарную личность, которую так героизировали украинские СМИ. И, значит, 29 января прошла информация, что он собирается уволить, но потом отложил это решение из-за утечки. А 30 января Нью-Йорк Таймс сообщила со ссылкой на бывшего украинского чиновника, что процесс остранения замедляется и так далее, и так далее. На ваш взгляд, что там происходит? Это просто вбросы для того, чтобы взбудоражить общественность, или идет какая-то возня в придворных кулуарах? Это политическое противостояние разных группировок в руководстве Украины. И я понимаю, что в той или иной мере борьба даже за власть. Или на меньшем уровне это война, борьба, противостояние за продолжение или вид противостояния в этом конфликте с Россией. Вреднее всего каждый представляет другую группировку, есть разные мнения. Есть группа, которая готова на переговоры, и в конце концов идет основное, скажем, противостояние в этой войне это да или нет согласиться на перемирие с Россией, и Россия этого хотела бы давно. Украина к этому не готова, потому что, во-первых, у нее свои интересы, во-вторых, на нее есть давление со стороны руководства НАТО, которое не готово еще к этим переговорам, не готово сдать, скажем, позиции России и так далее. И верят не в силу в этом контексте. Есть другие группировки, которые говорят, что да, следует согласиться, потому что иначе это дорого обходится уже Украине, ее инфраструктурам, ее населению. Я не исключаю этот вопрос тоже. Могут быть другие, естественно, вопросы, но касающиеся практики или в реалии, в реалии это основные вопросы. А кроме этого, есть, конечно, личные, есть политические стремления, желания, есть противостояния, есть личные, там, я не знаю, что еще может быть в этом вопросе. Так что это, это естественно, это происходит и в Украине, по-моему, это происходит и в Израиле, в Соединенных Штатах, мы видим, как это описывается в СМИ. И так далее. В Москве этого не происходит, потому что там все, естественно, работает по одной схеме. Но политическое противостояние это основная причина, и когда речь идет о смене главнокомандующего, не главнокомандующего, вооруженного силы во время войны, это не игрушки, это серьезно. Потому что не меняют, знаете, кого на переправе, и вероятнее всего, зашло слишком далеко. На данном этапе, по-моему, это были угрозы, не более, и все так или иначе вернется на круги своя до переговорного процесса, который я не исключаю, что может начаться в обозримом будущем. Тогда это уже новые реалии. А переговорный процесс в обозримом будущем, он как-то связан с выборами в России и выборами в Соединенных Штатах? В России он не связан никак, потому что в России понятно, что происходит. Не, но мы же не знаем, кто кого выберут, что он решит, новый президент. Это же интрига. Все может измениться, согласен. Конечно, это интрига может быть. То же самое может простить в Соединенных Штатах. Но, по-моему, в той или иной мере у Соединенных Штатов или у всего НАТО есть интерес так или иначе ослабить Россию, не сдавать позитий и не давать ей возможности выйти из этого капкана, называемой войной в Украине. Но это все может измениться, потому что это уже слишком далеко или слишком долго длится, слишком далеко зашло. Это обходится в немало, так сказать, бюджет. И так что в этом отношении есть те, которые считают, что пора кончать. И вокруг этого идет спор не только в самой Украине, но и в НАТО тоже есть государства, которые считают, что давно пора кончать. Есть, которые, как я сказал, предпочитают продолжение этого конфликта. Есть из них, включая Соединенные Штаты, которые, скажем, реагируют на политические сдвиги у себя дома. Поэтому это очень крупная и непростая игра на мировом уровне. Ну вот. Доигрались. Да уж. Доигрались, доигрались. Доигрались дальше некуда. То есть вы считаете, что в обозримом будущем может быть заключена какая-то сделка по прекращению боевых действий. А там уже подоспеет новый президент Соединенных Штатов, если его переизберут, и будет принимать какие-то решения новые. Я не отрицаю этой возможности. Спасибо большое. Я напоминаю, Цивим Аген, политолог, израильский дипломат, экс-посол Израиля в России и Украине, старший научный сотрудник Института национальной безопасности. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Спасибо ЦВИ. Субтитры создавал DimaTorzok